Приветствую вас. Я думаю, что одна из таких ключевых ошибок ваших является то, что вы пытаетесь именно вот перестать ревновать своего мужчину, вот, вы пытаетесь именно что, перестать испытывать ревность, то есть перестать испытывать какие-то чувства по отношению к человеку, вот. Хотя, на самом деле, чувства, которые вы испытываете, они вполне нормальные, они вполне адекватные, они вполне естественные для вас. Только свидетельствуют они совсем не о том, о чем можно предположить на первый взгляд. То есть свидетельствуют ваши чувства о том, что вы, например, боитесь одиночества, что вы, например, боитесь остаться одна, что вы, например, не уверены в себе, что вы, например, сомневаетесь в себе, что вы сомневаетесь в своей ценности, что вы сомневаетесь в своей нужности. Ревность. Ревность возникает тогда, когда у человека есть опыт, в той или иной степени опыт измен, ну вот, по отношению к кому-то из его близких. Вот, например, этот момент тоже нельзя так просто списать со счетов. То есть речь идет о поиске причин, по которым вы испытываете ревность и о, по факту, работе с этими моментами, о работе с... Этими аспектами с причинами ревности, ну, например, да. Возможно, если есть страх одиночества, вот. Возможно, если есть некоторые трудности по уверенности в себе, вот. Вот. И так далее. Сейчас это все очень важные моменты, на которые я рекомендовал бы вам обратить свое пристальное внимание. Вот. то есть посмотреть на то, почему у вас вызывает эта ревность и с чем связаны ваши мысли. Ваши, что их вызывает. Ваши сим-сервисы. Ваши призывания. Что их вызывает. Вот. Эм. Эм. Это очень важная история, это очень важный момент, на который вам желательно обратить свое самое пристальное внимание. Это те аспекты, на которые вам нужно обратить свое внимание, как раз таки. Для того, чтобы чувствовать себя более целостной в отношениях. То есть я думаю, что правильнее всего было бы обратиться к вашему мироощущению, к вашему восприятию себя и поисследовать данный аспект. Но если вы не готовы, то просто можете выполнить такое достаточно простое упражнение, которое вам поможет немножечко снизить напряжение. А именно, вам нужно просто собрать все, что вы хотите по отношению, например, к себе, когда ревнуете, и перенаправить мужчинам. Это все, что вы хотите по отношению к себе, ну вы можете перенаправить вашему молодому человеку. Такая вот история, но в целом ревность, она не возникает ниоткуда. Она, как правило, имеет свои корни, и в основном эти корни заключаются в деструктивном восприятии себя. Такая вот история. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Обратите, пожалуйста, свое внимание на то, что вы пытаетесь именно свои чувства подавить. То есть вы говорите, как перестать ревновать, но что-то вы у себя, к примеру, заберете. Ну да. Чего-то вы себя, к примеру, лишите. Вот. Вот. А, значит. Ну, а что взамен? то есть вот, что взамен, что вы получите взамен. Для этого, мне кажется, ничего хорошего не будет. Такая вот история, я надеюсь, что это вам поможет. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете выбрать любого эксперта и поработать с ним, ну, с экспетом. Вот так вот, я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.